Доброе утро! Мы мучаемся цветать. Вот желтый, синий и черный. Прекрасно. Еще может быть немножко зеленоватый, оранжеватый оттеночек. Есть такие у нас? Но основные, конечно же, желтый и синий. Кстати, синичку называют, как вы думаете, почему синичка? Потому что синенькая у нее? Нет, потому что она звук издает. Поэтому синичка. Она из Китая, наверное. Синь-синь-синь. Ну что, начинаем. Поехали. С большого кружочка, с туловища. Но так же, в принципе, как снегиря рисуем. Да. Мы только их посадим так, навстречу друг другу. Да, да. Это сказку потом напишем с тобой. Там, встретились, снегирь Борис и синичка Сонечка. Хорошее имя какое. Синичка Сонечка. Сонечка. Голову. Угу. Сразу понимаем, в какую сторону у нас будет смотреть птичка. Ну, туда вот. Угу. Хм. Ты смотри, Сань, слушай, ты уже... Я уже практически... Можно производство с тобой открывать. Открытки. 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 Да. Сразу можно... Нарисовать клювик. Конечно же, да. Закрытый, например. Если закрытый, буковка Л. Аккуратненький, тоненький. А, ну, то есть Борис рассказывает, а она молча-молча слушает. Да, слушает, да. Прикрепляем немножечко клювик вовнутрь тоже буковка Л. Такой ромбик получается. Угу. Аккуратненький глазик. Один. Птичка боком. Боком, боком. Второй глазик с другой стороны. Наверху такая, как будто шапочка синенькая. Да, 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 да. Так, линию проводим, дуга. И можно закрасить. Вот так. Да. А, шапочка. Так. Затем, я думаю, нужно продолжить рисовать туловище. Угу. Крылышки и хвостик. Ой, крылышки мы уже знаем. Конечно, уже знаем. А уже синенькими, да, рисуем? Да, можно синенькими. Можно синенькими. Опять поставили на туловище. Немножечко сдвигаем вверх в сторону. Брунь. Рисуем дуга. Немножко выезжаем за край. Да. Соединяем. Дорисовываем петельки, перышки. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько их тут входит. Ты прям слушай, мастер просто. Я уже все, практически научился тут. Слушай, так у нас... Чуть-чуть подкрашиваем поярче. Угу. Здесь можно использовать синий оттеночек, черненький. Можно чуть-чуть зелененький. Зелененький, да. Вот как раз тут можно. Вот зелененький. Сейчас мы тут потрясуем. Вот это Соня у нас. А пузико? Пузико раскрасим. Желтеньким. Желтеньким? Да. А ты коричневым краешь. Да нет, Капа. Хвостик. Можно увлечься разукрашиванием и не доделать птичьего. Да, хвостик. Длинный хвостик. Раз черточка в сторону, два черточка в сторону. И петельки, перышки. Раз, два, три. Ого. Полосочками можно показать, что это петельки. Трин-трин-трин-трин-трин. О, угу, здесь синичка. Лапки. Здесь у нас снегир сидит, а если еще летит, то можно показать маленькие штанишки. Птички. Раз, два. Два. Три петельки. От них ножки идут, лапки. Раз, два. Всегда показываю, что лапка не тоненькая, а ниточка. Ну, понятно, понятно. А под дольше, имеет толщину. И вперед. Раз, два, три пальчика. Один назад. И раз, два, три пальчика. Один назад. А желтенький у меня куда-то сбежал. Можно у вас? Мы сейчас пузико. Ты дорисовал пузико? Я пузико нарисовал. А лапки? Лапки нарисовал. Ну-ка, давай показывай. У меня Соня какая-то. Показывай, показывай. Немножко злюка такая. Или, может быть, она замерзла? Посмотри. А еще у Синички есть такая повязочка на глазах. Подожди, подожди, подожди. Она идет от луника через глазик. Давай дорисуй. Ну-ка, дорисуй. Может, не такая злобная будет. Совсем будет, как пиратка. Вот такое наблюдение. Соня пиратка. Пиратка Соня. Как-то в мае. Подожди, ну-ка, ее что, поменялось? Подожди, она как будто летчик вообще у меня получилась. О, Соня. Синичка. Синичка Соня. Можно также разместить ее на веточке. Да. Или внизу на сугробике она может сидеть. Соня-авиатор. Ну, слушайте, ну, здорово. Ой, классно. Спасибо. Спасибо, Таня. Соня-авиатор. Все, пока-пока. Пока-пока.